И для того, чтобы наши зрители знали вас в лицо. При знакомстве предлагаю вам назвать ваше имя, фамилию, место, откуда вы к нам приехали и род вашей деятельности. Пожалуйста. Алло. Здравствуйте, хорошо. Зовут меня Роман, фамилия моя Пеньковцев. Что именно? Я работаю в Казанском университете, доцентом. А что еще? Можно я? Очень интересно, что я работаю в Казанском университете. Из какого города? Казань, Казанск университет. Казанск университет. Аплодисменты еще раз. Следующий участник, пожалуйста. Меня зовут Игорь, фамилия моя Дука. Просто Дука. Повторите еще раз, чтобы все знали. Дука. Да, древняя фамилия. Живу я на Урале, город Озерск, Средизм-область. У нас адное производство, связанное с переработкой единого сопрова. Работаю я электриком. Аплодисменты. Движемся дальше. Участник под номером три. Александр Кузнецов, город Водкинск, Кудморская республика. Господин Кузнецов, аплодисменты. Влада Кийко, Свердловская область, Новоуральск. Прошу прощения, повторите, пожалуйста, вашу фамилию. Кийко. Карлосок. Я потом напишу вам. А тут у всех фамилии сложные, поэтому не стесняетесь. Поддерживаем участницу, подаем вам четыре громкие оплодисменты. Работаю тоже на атомном предприятии, немножко. Вплоцентрогех. Да. У нас сегодня сознательный в команде. Здорово. Пожалуйста, вам слово. Сергей Кокарев, Старопольская края города Старополь. Работа в управлении записи артогажа состояния. Главный специалист по защите информации. Спасибо большое. Брагачур Виктор Викторович. Город Нальчик. Кабардино-Балкария. Работаю театралом. Вау. Театралом. Я приглашаю к столу распорядителя, господина Мазейна, который будет вращать волчок нашего футбола. Сегодня в игре представлены с нами играют Любовь Калюкова, город Рязань, Семен Манчик, город Омск, Светлана Познюкова, город Витебск, Геннадий Бородинский, город Самара, Зинаида Городовая, город Верь, Вениамин Старинжевский, город Омск, Марья Джевская, город Казань, Константин Жигалов, город Воронеж, сектор Блиц, Иван Ерзаев, город Волода, сектор Супер Блиц, Светлана Светликова, город Калин и 12 сектор. Уважаемые зрители, обращаю ваше внимание, что 12 сектор означает, что вы праве задать вопрос нашим жатакам. Вопрос должен быть на логику, поэтому у вас есть возможность подумать, придумать вопрос. Вопрос, правила понятны, и мы начинаем. С нами играет Иван Мерзаев, город Вологда. Внимание, вопрос. На российском флоте строго соблюдалось правило. Матрос рулевой, несший вахту на штурвале, обязан был оставлять в кубрике головной убор. Объясните, почему? Время пошло. Например, кубрик, это что такое? Это рулевой, который я, как можно, на ворке. Кобрик, кобрик, это что, нижняя часть? Да. Ответ кобрик очень простой получается. Не, находятся все, как сказать, матросы. Что здесь для отдыха матросов? В идее очень ценная вещь. В древнюю, так и старую, еще временную, стоила огромную сумму. И терять ее, это был символ, наверное, матросов. Который должен потерять. Да, потерять, сначала, скорее всего, какое-то наказание может быть, за потерю. Похоже, похоже, близко. Скорее всего, за потерю. Какое-то наказание будет. На наказание, да. Скорее всего, может быть. Наверное, выходя на вахту, это похитилось, потому что в остальных листах это требуется. Время закончилось. Господи Женьковцев, кто будет отвечать? Ну, сразу отмечу, что у нас коллективный ответ, то есть... Должен ответить один. Так, я еще в данном случае говорю о поиске решения. То есть оно получилось коллективным, и как-то так сразу несколько человек высказали точку зрения. Она, может быть, не очень, так сказать, сложная и оригинальная, но тем не менее мы попробуем его озвучить. Мы считаем, что это делалось для того, чтобы, находясь на вахте, вахтенный не потерял этот головной убор, то есть его не сдуло. И попытаемся объяснить тоже это двумя точками, так сказать, зрения. Это первая точка зрения, что это символ государственный, символ флота. Вот, и потерю, так сказать, означало бы очень, наверное, негативной. Негативные последствия в целом для имиджа. Но вторая точка зрения, это традиционная дороговизна формы морской, речной и другой формы военной. И, конечно, для государства, так сказать, это было бы затратно, потому что ветра были сильные, а оборудование было не всегда. Вот наш ответ. Спасибо. Вы к какому варианту ответа все-таки придерживаетесь? Для того, чтобы не сдуло. Не сдуло. Не потерял. Хорошо, я понял ваш ответ. Итак, вопрос звучал так. На российском флоте строго соблюдалось правило. Матрос рулевой, несший вахту на штурвале, обязан был оставлять в кубрике головной убор. Объясните, почему? Внимание, ответ. В бескозырке стальной прутик, который отклоняет стрелку компаса. Вы готовы? Готов, но если будут такие же вопросы, как в флоте... Итак, первый вопрос. Иду по грядкам, рву без счета. На грядках не убывает, в голове пребывает. Время завершено. Если вам удобно, вы можете какие-то записи делать. Иду по грядкам, рву без счета. На грядках не убывает, в голове пребывает. Время завершено. Вопрос номер два. По белой земле ходят, трое работают, двое натирают, один размышляет. Время пошло. По белой земле ходят, трое работают, двое натирают, один размышляет. По белой земле ходят, двое натирают, один размышляет, двое натирают, двое натирают, двое натирают, двое натирают. Время завершено. На лестнице стремянки, развешаны баранки. Уважаемые зрители, создадим тишину. Сегодня отвечает капитан команды шутаков. Итак, я повторяю для вас вопросы. Иду по грядкам, рву без счета. На грядках не убывает, в голове пребывает. Вопрос номер два. По белой земле ходят, трое работают, двое натирают, один размышляет. Вопрос номер три. На лестнице стремянки, развешанные баранки. Я принимаю ваши ответы. Так, ну, первый вопрос. Ну, пусть будет агроном, который считает. Хорошо, я принимаю ваш ответ. Второй ответ, пусть будет человек. Человек идет, голова думает, ноги работают, руки каким-то инструментом. Ну, ноги идут, руки работают. Третий вариант, предполагаю, что это, возможно, счеты. То есть баранки на лестнице. Других вариантов нет. Я вас понял. Иду по грядкам, а руки и счета на грядках не убывают, в голове пребывают. Вопрос номер два. По белой земле ходят, трое работают, двое натирают, один размышляет. И третий вопрос. На лестнице стремянки, развешанные баранки. Внимание, ответы. Чтение, письмо, счеты. К сожалению, мы будем сработать в одном вопросе. Аплодисменты. Пау, достается команде зрителей. Пожалуйста, команда Сатаков, возвращайтесь к календаре. Существует праздник День Святого Космия. И он считается самым страшным днем в году. Хорошо, хоть бывает он нечасто. Назовите дату этого праздника. Внимание, ответ. В нашем календаре есть день, который бывает только раз в четыре года. Двадцать лет. Кто-то сравнивает это с космосом. Кто-то с Бермудским треугольником. Кто-то говорит, что это Яндекс. Писательница Хелен Рауленд назвала это «Могилы мужских иллюзий». Время пошло. Есть. Время пошло. Писательница Хелен Рауленд. Яндекс. граничная граничная треугольник тоже это подъем это подъем а может камень упал что это бывает нет не упал что-то треугольное то, что мужчины очень ценно считают что это очень женскими мужчинами которые мужчины что-то сильно украшают в чем они нуждаются время завершено, я напоминаю что у вас есть возможность взять минуту, у вас их две господин Пуховцев ваше решение вы даете ответ или восходите с минутой давайте еще минуту что-то внимание вопрос кто-то сравнивает это с космосом кто-то с бермудским треугольником кто-то говорит это что про Яндекс писательница Хелен Раулинд назвала это могилой мужских иллюзий время пошло что-то надеялись и не получили это на самом деле это оказалось в Бермудском треугольнике что-то пропадает что-то пропадает яндекс загадочное яндекс загадочное яндекс загадочный может быть это брак как он треугольник семья 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 быт семья треугольник это это любовный треугольник это любовный треугольник а ну как можно это хорошее время совершено господин пельковцев кто будет давать ответ обручальное кольцо господин пельковцев кто будет давать ответ ну давайте попробую дать ответ я пожалуйста у нас нет единого мнения несколько вариантов обсуждалось все-таки мы думаем это предмет который мужчину так сказать вводят состояние которое он изначально не желает то есть там действительно гибнет мужчина как личность то есть она дает часть своих возможностей желаний другим людям где это происходит мы считаем что это происходит в браке в семье что является символом брака и семьи по всей видимости это кольцо скорее всего обручальное кольцо я вас понял нет хорошо вопрос звучал так кто-то сравнивает это с космосом кто-то с бермудским треугольником кто-то говорит что это яндекс писательница Хелен Раулинг назвала это могилой мужских иллюзий внимание ответ это женская сумочка с нами играет Мария Ржевская город Казань внимание вопрос название название этого напитка является сокращением от голландского сгоревшее вино а у некоторых из нас он может ассоциироваться с сумасшествием что это за напиток время время пошло и и и и и и и и с и и и и и к с у и и и очень интересная мы идем по пока простому варианту это перевод голландской терминологии поселились клинтвей то есть горячий горячее вино горячий написать горячее вино не можем честно сказать в логику сумасшествие внести потому что из всех известных напитков это только акцент обладает дурманящим свойством но все-таки мы остановились на термины глядвейна коллеги клинтвей возможно все хорошо я вас понял название этого напитка является сокращением от голландского сгоревшие вино а у некоторых из нас он может ассоциироваться с сумасшествием что это за напиток внимание ответ уважаемые зрители как вы считаете правильный ответ брэнди я хочу посчитать вам балл уважаемые зрители близко к правильному ответу поэтому балл достается за таком согласно засчитаем громкими аплодисментами поддержим команду за таков вы считаете букву а почему потому что вопрос такой не стояло было сказано почему согласие согласно то есть вы воспользовались . travel.ru дает определение словам август и смерть определение августа получается путем добавления одной буквы в конце определения смерти назовите эту букву внимание ответ август это конец лета смерть конец лет правильный ответ буква а 1 минута получается на каждый вопрос по 20 секунд внимание вопрос если итальянцу завязать руки за спиной чего он не сможет делать вопрос номер два на каждый вопрос 20 секунд закончите китайскую пословицу опыт это расческа которую мы получаем когда опыт это расческа который мы получаем когда время пошло и вопрос на лестнице стремянки развешены вопрос номер два пожалуйста пожалуйста первый вопрос вопрос вопросы звучали так может быть мы все-таки предложим даме высказаться пожалуйста я повторю для вас вопрос если итальянцу завязать руки за спиной чего он не сможет делать он не сможет объясниться потому что итальянцы они очень много жестикулируют и будет сложно донести свой мысль собеседника хорошо я принимаю ваш ответ вопрос номер два закончите китайскую пословицу опыт это расческа которую мы получаем когда ваш ответ работает расческа работает расческа когда делают причем или работа не да 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 не знаю может быть зубья ломаются зубья ломаются зубья ломаются да я понимаю ваш ответ спасибо и вопрос номер три на лестнице стремянки развешены банки ну это счеты счеты вы считаете хорошо точно внимание ответы если итальянцу завязать руки за спиной чего он не сможет делать правильный ответ говорить объясняться я правильный ответ аплодисменты вопрос номер два закончите китайскую пословицу опыт это расческа которую мы получаем когда правильный ответ облыселим и третий вопрос на лестнице стремянки развешены банки вы были правы это счеты балл остается команде зрителей сегодня победила команда зрителей но команда катаков мы дарим вам бурные аплодисменты громкие громкие и конечно же от нашего клуба чтоб никогда для вас замечательные подарки наши зубы на лице эрудированности аплодисменты 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 до новых встреч аплодисменты 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 там не обладает еще 80 50 100 50